29 стих. Совершенный йог. Вот сейчас будет интересно. Два стиха Шила Прабхупада будет делиться своим личным опытом. Вот йог, который достиг этого состояния, Шила Прабхупада достиг. Он понимает, о чем речь. Мы, может быть, читаем тексты теоретические, и вот предный смотрит на меня и говорит, ну и что? Брамас сам спаршин. Ну понятно, записали на санскрите. Но у кого-то это личный опыт, понимаете? И Шила Прабхупада сейчас будет личный опыт свой рассказывать, как это выглядит в реальности. Давайте первый стих, 29 вернее. Совершенный йог видит меня пребывающим во всех живых существах. Давайте теоретически представим. Йог видит пребывающий меня во всех живых существах. Значит, у нас есть живые существа. И он видит во всех, во всех, он видит, что Господь пребывает во всех. Ну вот тут так написано. Прямо он смотрит на всех и везде видит, что там Бог находится. Совершенный йог. Дальше. А все живые существа пребывают во мне. То есть все живые существа, они пребывают в нем. А он в них. Вот так вот. То есть он смотрит везде, в каждом живом существе. То есть он душу видит, и в душе он видит Бога еще. И все эти души еще и в Боге. Эту требусть нам в комментарии Шива Прабхупада объяснит. Воистину осознавшаяся душа видит меня, единого Верховного Господа, повсюду. Ну, действительно, повсюду видит. И внутри каждого. И что все находятся в нем. Он внутри, и еще и в нем они все. Давайте в комментарии почитаем, что нам Ачария говорит. Йог в сознании Кришны обладает совершенным видением, поскольку видит, что Кришна и Верховная Личность Господа пребывают в сердце каждого живого существа, как сверхдуша. То есть как сверхдушу он видит, вот сверхдуша здесь в сердце каждого, что он Бога в каждом живом существе, означает, что он видит там сверхдушу. Вот в этой форме он там Бога видит, сверхдуши. А снаружи, извне живое существо, также окружено энергией Господа. А извне энергия Господа покрывает. Как мы узнаем из седьмой главы, энергия Господа делится на два огромных вида, духовную и материальную. Хотя живое существо принадлежит к высшей энергии, оно может попасть под влияние низшей энергии. Так или иначе, каждое существо всегда находится под влиянием одной из этих двух энергий, и, следовательно, всегда пребывает к Господу. То есть это не то, что одна и та же форма Бога, да? То есть в одной форме он находится в сердце, как параматма, а снаружи он находится как материальная или духовная энергия, в зависимости, в каком мире находится живое существо. То есть он везде видит, как мы из седьмой главы увидим, он везде видит Господа и его энергии. Чтоб еще было интереснее, следующий текст. «Для того, кто видит меня во всем сущем, во всем сущем видит, и внутри он видит его, и снаружи как его энергии видит, я никогда не буду потерян». Конечно, как его потеряешь? Вот куда не пойдешь, везде он находится. Ну как его потерять? Вот захочешь уже, не потеряешь. Я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для меня. И Кришна говорит, и вот я его тоже никогда не потеряю, так как он меня везде видит, так и я всегда вижу его. Кришна говорит об этом в Шимадбхагаватам, в Дурвасамуне. Этот стих, который произносит Господь в Дурвасамуне, он говорит, что преданные все время думают обо мне, а я все время думаю о них. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!